Мошенник, черный риэлтор, обладатель влиятельных знакомых. Как только в последнюю неделю не называли камчатского предпринимателя Александра Платонова. Все дело в том, что будучи резидентом свободного порта Владивосток, он получил в аренду два участка, на которые претендовали и другие предприниматели. Первый – парковка у административного здания на проспекте Карла Маркса. Неожиданно для автовладельцев парковка стала платной. Раньше вся территория была свободна для доступа любым желающим, кто хотел получить услуги. Сейчас практически вся территория вокруг здания закрыта платными стоянками. Учитывая то, что рядом стоят другие административные здания, которые находятся очень близко к ним, территории вообще для парковки очень мало. Машин у нас в городе очень много. И получается, что людям перекрыли доступ к зданию. Подъехать и поставить машину, и попользоваться услугами стало практически невозможно. Также наши клиенты жалуются, что сейчас подъехать к зданию невозможно, припарковаться нельзя. Праведливости ради стоит отметить, что в этом районе проблемы с парковкой не было разве что в 90-е. При этом на участке машины всегда вставали впритык к зданию. Там иной раз пройти было невозможно не то что проехать. Но о пожарной безопасности заговорили только сейчас. Тот факт, что у этого административного здания парковочных мест при любом раскладе не хватит, предпринимателей, набившихся в здании и ратующих за удобство клиентов, не беспокоит. Устроенная, благоустроенная территория, и на ней в рамках свободного порта Владивосток, в рамках льготного режима делаются деньги, которые создают социальный конфликт. Нам это непонятно, мы с этим боремся сейчас, мы включаем правовые моменты. На сегодняшний день пока результата мы не добились. Суды первой инстанции собственник здания проиграл. Судья подтвердил законность договора аренды земли Платонова, а значит парковки быть. Но так ли это поможет развитию города, как планировалось правительством страны? Инвестиционные проекты, с которыми приходят резиденты свободного порта Владивосток, должны развивать город, а не доставлять неудобства горожанам. Вот я приезжаю, я начинаю кругами ездить тут, чтобы припарковаться. Это время теряется. Бывает, что вообще паркуешься, ну не знаю даже, с нарушением даже, вот на дороге приходится бросать. Со вторым участком, также ставшим камнем преткновения, все еще сложнее. Предприниматель Сергей Терентьев обратился в управляющую компанию ТОР Камчатка с инвестиционной идеей создать в Петропавловске-Камчатском частный центр детского творчества на двух земельных участках, примыкающих друг к другу. Один – площадью 366 квадратных метров, второй – около полутора тысяч квадратов. Терентьев начал оформлять необходимые документы для получения резидентства СВП и строительства социально значимого объекта, но, как оказалось, зря. С марта, начало апреля 2018 года позвонили с свободного порта и сказали, что ваш нижний участок, что полторы тысячи квадратов, он ушел под стоянки ИП Платонова. Не ИП Платонова, а Платонова, какая-то фирма у него была. Я спросил, почему вы отдали этот участок, мы ничего не знаем, вот получилось так. Это был шок, потому что проект отличался от простого здания, потому что это детский комплекс, в котором свои были требования очень жесткие. Поэтому делали его очень долго. Потраченные в пустую деньги и время – центр детского творчества, который, вероятно, так и не увидят горожане. У Терентьева есть объяснение, почему так произошло. Занимается этим не Платонов, а за ним кто-то стоит и его двигает, потому что одному человеку предоставить такую преференцию, отдать ему столько участков, он бы не потянул. И разрабатывать даже хотя бы один участок ему под стоянку, хотя бы вот такой вот, как здесь, это большие вложения нужны. Он этим не занимается и не будет заниматься. Я думаю, что эти участки созданы для того, чтобы без аукциона их забрать, потом для дальнейшей перепродажи. Все выпады в свою сторону Александр Платонов называет не иначе, как массовой истерией. Уверяет, что на 54 участка никогда не заявлялся, сейчас у него их 11. А в землю, которую уже взял в аренду, Платонов планирует инвестировать не только свои, но и заемные деньги. На одном из участков на дачной работы идут полным ходом. Если у кого-то есть вопросы, друзья, по свободному порту Владивосток, ну, я как бы уже немало истоптал ботинок, ходя там по всем инстанциям, приходите вот сюда, я вам все расскажу, какие препятствия могут вас преследовать, чем вы можете столкнуться, с какими проблемами, чтобы не было. С Терентьевым что-то он там себе решил, построил свой иллюзорный мирок, и теперь всех обвиняют вокруг в рейдерских захватах, и коррупции, и во всех смертных грехах, которые происходят. В сложившейся ситуации с участком на остановке Диспетчерская предстоит разобраться в управляющей компании ТОР «Камчатка». А подобный опыт уже имеется. Такие случаи, они периодически всплывают, и их приходится, к сожалению, разбирать точечно. То есть мы разбираем вопрос до деталей, рассматриваем всю переписку, смотрим ее в хронологической последовательности, и, конечно, пытаемся найти истину, которая в первую очередь помогла бы нашим резидентам. Системных механизмов до сих пор нет. И пока мы не придем к единому подходу определения важности инвестиционного проекта, его необходимости для города в связи с развитием генерального плана города, мы, скорее всего, будем сталкиваться с такими вопросами. Как сообщили в Краевом правительстве, сегодня нет регламента, позволяющего исключать менее важные в социально-экономическом плане объекты. Именно поэтому руководство региона обратилось в Министерство по развитию Дальнего Востока с просьбой решить проблему, внеся соответствующие изменения в нормативную базу. Возможно, именно эти поправки помогут в будущем избежать таких ситуаций, когда интересы двух резидентов клином сходятся на одном участке.